Привет, друзья! Скумбрия простая, понятная, бюджетная, хорошая рыба, любимая многими россиянами, да и не только, во всем мире, наверное, эту рыбу ценят, она вкусная, морская, достаточно насыщенным ароматом, и сегодня мы приготовим из нее замечательную закуску. Закуска по типу сала, которую приятно резать из морозилочки, на кусочек хлеба, с отварной кротошечкой, с укропом, в общем, холодные, зимние вечера, в осенние, весенние, февральский, мартовский, если вы, конечно, не живете на юге, я вам завидую, отлично подойдет. Нам нужно ее разделать и замариновать. Вот такие вот у нас сегодня претенденты. Для этого рецепта я беру небольшие рыбки, весом примерно по 200-250 грамм, до 300, может быть, не нужно брать по полкило, толстая, не буду долго просаливаться, не так эффектно получится, и разделываем их, не будем сильно мучить рыбу. Заводим нож под плавник, поворачиваем его, и по хребту срезаем первое филе. Никаких вот этих домохозяйских приемчиков, спарываний и так далее. Работаем чисто, быстро, аккуратно. Получаем два вот таких вот хороших филе. Все грязь убираем, очищаем черные пленки и убираем реберные кости. Можно их немножко с этой стороны вначале поддеть, чтобы вам удобнее было. В это не отошли. Заводим под них нож и аккуратно срезаем. Тем самым заодно выравниваем брюшко. Здесь есть еще реберные кости, такие вот поперечные. Сейчас мы их пинцетиком удалим. С этой филе проделываем то же самое. Поддеваем реберные кости. Аккуратненько их срезаем. Протерли все салфеточкой. Никакой грязи. Доска чистая. Теперь берем пинцет или руками и аккуратненько вытаскиваем все эти кости. Все. Получается чистое, хорошее филе. Эти вот потраченные полторы минутки на каждую филешку, они позволят вам наслаждаться блюдом, употреблять его сразу целиком. Конечно, можно еще сразу снять шкурку у скумбрии, но это хорошо делать, если у вас скумбрия охлажденная, с нее легко снимается шкурка. Она не так и сильно разваливается, когда она замороженная. Но в Москве, по крайней мере, я в основном на рынках вижу замороженную скумбрию, которую аккуратно дефростируют в холодильнике. Причем лучше это делать в течение ночи, то есть с вечера из морозилки достали рыбу, в холодильник положили. Она не полностью разморозилась, процентов на 80, стала более податливой, но все еще достаточно плотной, чтобы с ней было легко работать. И то же самое проделаем со всеми остальными рыбками. Срезаем первое филе. Аккуратно срезаем второе. Это один из тех рецептов, когда лучше сразу сделать побольше, потому что один раз заморочились и потом только наслаждайтесь. Филешки мы с вами подготовили. Теперь посолочная смесь. Соль, сахар, немножко черного перца. Все то, что присуще хорошему соленому салу, потому что сегодня рыба у нас выступает именно в этой роли. Соль, сахар я беру один к одному. Две чайные ложки соль, две чайные ложки сахарного песка. Кто-то берет сахара меньше, кто-то берет сахара больше. Одно могу сказать точно, что сахар, как и соль, отлично подчеркивает вкус и усиливает его, как натуральный усилитель вкуса. Поэтому отказываться от него 100% не стоит. Раз, два, соли. Точно так же. Раз, два, сахара. И сюда же я добавляю черный молотый перец. И перемешиваем. Чему лучше смешать так, а не по отдельности солить сахар и так далее. Просто банально более равномерное распределение ингредиентов по продукту. И теперь аккуратненько каждую фрешку солим по всей ее поверхности. Берем руки. Проходимся с солью, перцем и сахаром. Все, видите, соль и сахар практически сразу тают. За счет влажности рыбы остаются тоненький равномерный слой и специй. Но это не все. Что у нас еще хорошо сочетается с салом, с рыбой. Тоже объединим все вместе. Это у нас чеснок. Здесь у нас 5 зубчиков. Этого будет вполне достаточно. И хороший пучок укропа. Укроп отлично сочетается с рыбой. И мы его сегодня будем использовать. Нам нужно превратить это все в пасту. Это будем использовать в блендер. Чистим чеснок. Отправляем туда вместе с укропом. И немножечко. Мне нравится добавить ароматного подсолнечного масла с запахом семечки. Скумбрия, конечно, сама по себе ароматная. Но так тоже вкусно. Жесткие части отрезаем. Можно сохранить их в будущих бульонов. Это все отправляем в блендер. Все туда. Наливаем буквально пару столовых ложек ароматного масла. И все превращаем в однородную пасту. Легко зачистим края. Такая вот ароматная намазка из чеснока и зелени. Ароматного масла. Супер. Что у нас происходит? Теперь берем пищевую пленку. И разматываем ее с запасом. Выкладываем филешку рыбы. И наносим на нее небольшое количество нашей зеленой намазки. Разумеется, равномерно распределяет все по поверхности. И закрываем все это второй половинкой. Вот так. Теперь при помощи пищевой пленки подтягиваем и закручиваем, чтобы у нас получился такой рулет. Чем более плотно мы сейчас подтянем и скрутим, тем более аккуратная форма будет у нашего будущего рулета. Отрезаем лишнее. И по принципу конфетки начинаем закручивать. Вначале один край, потом другой. Один, другой. Вот такая вот колбаска из скумбрии получается. Собственно, это и есть наша будущая закуска. То же самое проделаем со всеми остальными. Выкладываем филе. Наносим слой намазки. Ну вот, собственно, и все такими несложными манипуляциями мы получаем с вами замечательную закуску. Все, что сейчас от нас требуется, это оставить просаливаться это в холодильнике на 12 часов. Конечно, можно оставить это и в комнатной температуре, это ускорит температура выше, просаливается быстрее. Но я не сторонник солить рыбу в комнатных условиях, потому что, ну, не так это безопасно. После того, как через 12 часов она у меня в холодильнике просолится, мы ее убираем в морозилку до полного застывания. С такой намазкой в середине из укропа и чеснока спокойно может храниться до полугода. Если вы не будете использовать чеснок и зелень, то хоть год можете держать ее в морозилке, и ничего с ней не случится. Завтра мы продолжим вечером. Когда убираете ее в морозилку, можете сразу засунуть в морозилку что-то, что не замерзает, для дегустации, и продолжить, ну, примерно через 20 часов. Ну что, друзья, время прошло, наша скумбрия заморозилась. Посмотрите, какие колбаски. Аккуратненькие. Именно в таком состоянии, как и хорошее сало, их нужно резать из морозилки, и тогда у вас получатся аккуратные, тонкие ломтики. Можно срезать пленку. И острым ножом тонко нарезаем. Посмотрите, какая красота. Вот такая элементарная в приготовлении закуска из рыбы. Бюджетная, можно сказать, потому что скумбрия рыбы не самая дорогая. У нас получается здесь как-то объединились калининградская строганина и сало с чесноком, с зеленью. Все, как мы любим. Теперь маленький кусочек на черный хлеб и наслаждаемся. Аромат божественный. Вот если к борщу подают черный хлеб и сало, то к рыбной солянке, вот такую замариновую скумбрию, мне кажется, это вообще новый уровень супа просто получится. Ароматная, пряная, соленая. Чуть-чуть холодненькая на теплом хлебе. Вот это вот сочетание холодного и тепла. А если под закуску, так вообще будет. Самое главное, что здесь уже нет костей, поэтому мало того, что на половинке, так еще и между собой рыбы достаточно легко расходятся. Не нужно ковыряться, остается только наслаждение. Кайф. Друзья, если вам понравилось это видео, буду благодарен, если вы поставите лайк, напишите комментарий и поделитесь им со своими друзьями в ваших социальных сетях. Тем самым вы очень помогаете нашему каналу в развитии. Впереди новый год. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. С вами был Тихон. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok